Здравствуйте! Вы смотрите новости МТРК. В студии работает Александра Салмина. И сейчас я коротко расскажу вам о главных темах выпуска. Новые возможности приграничного партнерства. Делегация Северного Казахстана с двухдневным рабочим визитом посетила Тюменскую область. В каких сферах стороны намерены наладить сотрудничество? В Петропавловске появилась новая святыня. Крестильный храм в честь священномученика Мефодия на пожертвования горожан возводили два года. Бизнес без барьеров. В Петропавловске обсудили, как защищать интересы предпринимателей и совместно работать над общими проблемами. Теперь обо всем подробнее. Партнерские отношения будут продолжены. Делегация Североказахстанской области с двухдневным рабочим визитом посетила соседний регион Российской Федерации. Акимобласти Ерик Султанов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписали меморандум о взаимовыгодном приграничном сотрудничестве. Задачи по увеличению товарооборота и развитию бизнеса ставят президенты обеих стран. Какие отрасли экономики будут развивать соседи в материале Кристины Горбаченко. Тюменская область – один из лучших регионов России с точки зрения работы с потенциальными инвесторами. Поэтому делегации Североказахстанской области показывают заводы и предприятия, работающие как раз в рамках инвестпроектов. А их в Тюменской области более 300. Один из самых крупных и важных для региона – Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Объем инвестиций здесь составил 143 миллиарда рублей. О том, как работает предприятие, заводчане рассказали во время экскурсии по заводу. Он построен с нуля, оснащен современным оборудованием. Качество нефтепродуктов соответствует стандарту Евро-5. А это площадки компании «Бентек». Это ведущий мировой производитель буровых установок и нефтегазового оборудования. Инвестпроект включен в список приоритетных проектов в Уральском федеральном округе. На территории России у компании порядка 20 буровых установок для бурения сплажин. Также компания работает в Казахстане, в районе города Актау. Ну и вообще работает в разных регионах мира, Ближний Восток, Европа, за исключением Америки. После делегации Североказахстанской области посетила хлебобулочный комбинат. До 2019 года мощность предприятия намерены увеличить до 100 тонн продукции в сутки. Настоящее время – 38. Тюменцы показали североказахстанцам и фанерный завод. Здесь работают 645 человек. Причем почти 90% из них нашли работу благодаря расширению и модернизации старого предприятия. Ежегодный объем производства составляет 90 тысяч кубических метров. Мы активно сотрудничаем с казаном в казахском рынке. В основном наша фанера, наша продукция востребована. Это фанера ламинированная, фанера березовая, чистая, карандаш. В связи вот сейчас со строительством крупных объектов в Астане у нас очень большие потребности. 20% нашего объема идет на казахский рынок. В том году этот составило в денежном выражении 231 миллион. А это уже правительство Тюменской области. На расширенной встрече руководство областей и бизнесмены говорят о межрегиональном партнерстве. Владимир Якушев поблагодарил Акима Североказахстанской области Ерика Султанова и делегатов за визит. Говорил о важности стабильного сотрудничества. Североказахстанцы и тюменцы постоянно обмениваются опытом. Положительные успехи у сторон в агропромышленном комплексе. Так, к примеру, россияне переняли опыт по содержанию крупного рогатого скота. Взяли опыт холодного содержания в молочном животноводстве. Нужно сказать, что вот эта вот поездка и обмен опытом сыграли свою положительную роль, потому что ряд сегодня предпринимателей, кто занимается как раз молочным животноводством, используют эти технологии, используют их достаточно успешно, за что я в очередной раз рассказываю слова благодарности за то, что наши коллеги из Казахстана поделились этими новинками. И нужно сказать, что мы достаточно серьезно сегодня экономим в этом плане. Основная тема разговора, конечно же, экономика. Стороны заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса. Один из важных факторов и хороший инструмент развития экономического потенциала – привлечение инвесторов. Стороны говорили о том, как налажена работа в этом направлении. За два года мы открыли в Тюменской области 21 новое крупное производство. Шесть из них были построены иностранными компаниями. Мы ездили более 300 проектов, позволяющих создать около 40 тысяч рабочих мест. И мы планируем это сделать в ближайшие пять лет. Понятно, что сегодня есть определенные, скажем так, трудности, в которых оказалась Российская Федерация. Но, тем не менее, мы все-таки находим возможности для того, чтобы эти проекты реализовывались. И, конечно, рассчитываем на то, что наши друзья с Казахстана. Мы ни в коем случае не остановим наши взаимоотношения. Будем двигаться по ним дальше. Глава Североказахстанской области Ерик Султанов рассказал коллегам о плюсах вложений средств в экономику Северного Казахстана. Пригласил тюменских предпринимателей к инвестированию в разные отрасли. Сегодня механизмы господдержки позволяют открыть в Казахстане выгодный бизнес. А в нашем регионе есть для этого природные ресурсы и производственные мощности. В целом, привлечение инвестиций в числе главных приоритетов Акимата Североказахстанской области. Усиление экономической интеграции содействует активность транспортным сообщениям. Мы сегодня имеем не самые лучшие транспортные сообщения, но все же наши автобусы сообщения сегодня есть между Тюменью, Петропавловском, между Тобольским и Петропавловском. В этом году мы намерены реконструировать наш аэропорт в городе Петропавловске. Я уверен, что это даст возможность открыть нам авиасообщение. В ходе беседы стороны отметили, что партнерство необходимо продолжить и в новых отраслях, несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию. Свои договоренности руководители регионов закрепили подписанием меморандума. Стороны пришли к согласию о необходимости усиления взаимного сотрудничества, сферах развития промышленности, торговли, предпринимательства, инвестиций в целях дальнейшего развития существующих и налаживания новых отношений между Тюменской и Североказахстанской областями. По итогам встречи североказахстанцы и тюменцы заключили ряд соглашений и меморандумов. Теперь соседи будут расширять сферы межрегионального сотрудничества. Сегодня палата предпринимателей Североказахстанской области был подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с торговой промышленной палатой Тюменской области. В рамках данного меморандума планируется обеими палатами проводить совместную работу по оказанию содействия субъектом бизнеса, по решению вопросов их взаимодействия и деятельности уже в рамках существующего Евразийского экономического союза. Мы выстроили интегрированную компанию, которая от личинки до готовой продукции может преподнести покупателю рыбную продукцию. И поэтому нам бы хотелось поделиться опытом с производителями Казахстана, создать свое предприятие на территории Казахстана. Потому что есть у нас водоемы озера, которые выходят частью на территорию Казахстана, частью они у нас. И сегодняшнее соглашение, оно очень важно для того, чтобы правильно распределить обязанности и права на определенные водоемы. После подписания меморандума Ерик Султанов и Владимир Якушев ответили на вопросы журналистов. Рассказали о взаимовыгодном сотрудничестве по итогам визитов и деловых переговоров. Такой опыт, он весьма полезен для нас. Метология меня удивила. Это нефтеперерабатывающий завод, который имеет очень хороший результат по переработке. Поэтому в этом направлении мы сейчас будем сотрудничать как потребителей. А в целом, конечно, такие проекты нужны и нам. Поэтому мы с предпринимателями это обсудили. И надеемся, что наше сотрудничество в этом направлении будет продолжено успешно. Ну, кроме этого, конечно, что для нас близко, это деревообработка. Сегодня мы видели фанерный завод, который тоже имеет современную, по последнему слову, технику. И имеет очень высокую производительность. Занято более 700 человек. Вот такое предприятие, скорее всего, мы начнем в Северном Казахстане реализовать в ближайшее время. То, что касается нашего сотрудничества, действительно, как здесь уже было сказано, дерево-переработка. Дерево – это то направление, которое сегодня интересует и нас, и Тюменскую область, и наши коллекции Северо-Казахстанской области. Те направления, по которым мы давно уже сотрудничаем, это направления, связанные с развитием машиностроения. Плюс к тому, у нас достаточно давнишние уже взаимоотношения в области здравоохранения, культуры и, естественно, образования. Последний объект, который посетили делегаты в Тюмени – медицинский городок. На его территории находятся уникальные лечебницы – хирургический корпус областной клинической больницы и центр нейрохирургии. Медучреждения по лечению заболеваний нервной системы открыли в 2010 году. Здесь проводят малотравматичные операции и гарантируют безопасность медицинского вмешательства. Многие технологии, которые мы обладаем, являются уникальными. Аналогов нет ни в России, ни в Европе, ни на других континентах. Например, мы очень широко используем эндоскопические технологии. Например, удаляем опухоль без трепанации черепа, лечим гидроэзофалию через менедоступ, буквально через прокол, диаметром 5-6 миллиметров. Для этого у нас есть и кадры, и оборудование, еще раз подчеркиваю. Это первый момент. И второй очень важный момент, я считаю, что мы готовы делиться своими знаниями и приглашаем на обучение, скажем, врачей Казахстана в наш центр. Для этого созданы все условия. Предложение российских коллег североказахстанцев заинтересовало. Варианты обмена опытом вскоре рассмотрят. У нас очень много пациентов, особенно детей, с нейрохирургической патологией, с патологией центральной нервной системы. И здесь проводятся уникальные операции, без большого разреза. Ну и здесь огромный научный потенциал. Поэтому, конечно, у нас появилось желание сотрудничества в плане детской нейрохирургии. Я думаю, что у нас это получится. Но будет проводиться большая, наверное, подготовительная работа. Стоит сказать, что сегодня Республика Казахстан входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Так, только за 12 месяцев 2013 года объем взаимного товарооборота составил более 132 миллионов долларов США. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Во второй день визита в Тюменскую область делегация Северного Казахстана приняла участие в круглом столе. Взаимодействие с иностранными инвесторами, новые возможности для сотрудничества в текущих экономических условиях и во втором Тюменском инвестиционном форуме. Североказахстанцы обменялись участниками форума опытом по работе с инвесторами и наладили партнерские контакты. Продолжит тему моя коллега. Бизнес и власть таким солидным составом в Тюмени собираются уже второй раз. Тюменская область сегодня считается самым комфортным регионом для ведения бизнеса в России. Об этом говорил председатель Госдумы Российской Федерации Сергей Нарышкин, открывая круглый стол. При всех сложностях и рисках экономику россияне намерены развивать и дальше. Разрабатывают антикризисный план. Россия не собирается сворачивать программы решения делового климата, о них вы знаете. И даже в сложной финансовой и бюджетной ситуации Россия продолжит строить проекты, структурные проекты. Обмениваясь информацией, участники встречи о застол переговорах сели представители 26 стран, говорили о формировании и стимулировании предпринимательской инициативы, создании лучших условий для ведения бизнеса. У каждого опыт свой. Аким Североказахстанской области Ерик Султанов рассказал коллегам о мерах финансовой поддержки инвесторов в Казахстане. В республике существует десятки мер государственной поддержки. В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» субсидируется процентная ставка кредитов до 7%. В рамках программы «Ландерс-2020» инвесторы имеют возможность получить кредиты под 6% годовых сроком до 10 лет. В регионе создан единый реестр отечественных товаропроизводителей иностранных инвесторов. Мы работаем с каждым предприятием, желающим зайти к нам на рынок. Интерес инвесторов к нашему региону наглядно продемонстрировал международный инвестиционный форум «Казахаринвест-2014». Более детально о том, как поддержать бизнес в условиях кризиса, говорили в зале Тюменского драматического театра. Здесь прошел второй инвестиционный форум «Инвестиции, индустриализация регионы, логика прорыва». Он собрал представителей бизнеса общества, кредитных организаций, института власти, международных аналитиков и экспертов. Всего участие приняли порядка 700 человек из разных стран мира. В своем выступлении президент общественной организации «Опора России» привел в пример опыт Казахстана. В частности, Александр Калинин говорил про возврат части вложений инвесторам из госказны. В будущем такую инициативу россияне хотели бы внедрить и у себя. У нас состоялась обстоятельная беседа с Эриком Хамзиновичем. Он рассказал мне о тех новых мерах поддержки инвестиционного процесса, которые не так давно Казахстан ввел. Казахстан пошел сейчас в непростое время, как и в России непростое время. Тем не менее, пошел навстречу бизнесу, особенно малому и среднему. Меня, честно сказать, восхитило. Больше того, я сказал Акиму в вашей области, что я обязательно приеду на мероприятия, которые проводит Казахстан в этом году и узнаю об этом поподробнее. На пленарном заседании выступили также директор Института экономики РАН, председатель и члены экспертного совета при председателе Государственной Думы, ректор Московской школы управления Сколково, губернатор Тюменской области. Такие экспертные площадки дают участникам возможность рассказать о реальной картине в экономике, высказать проблемы, узнать об изменениях в законодательстве. Власти, в свою очередь, могут лично познакомиться с потенциальными инвесторами. Форум прошел насыщенно, много интересного мы услышали и надо дать должное, что законодатели России в этом участвовали. Представилась возможность, площадка для нас и мы тоже рассказали о том, что делается в Казахстане. Конкретный проект рассмотрели по зарублению пограничного озера Якуш и строительство предприятий по переработке рыбы. А самое главное, на форуме бизнесмены налаживают контакты, знакомятся с партнерами. Эту возможность не упустили и североказахстанцы. У нас сеть автозаправочных станций на территории Североказахстанской области. Повестка, я считаю, была подозрительная. Посетили антипический перерабатывающий завод для налаживания контактов, поставку дизельного топлива, в первую очередь. На сегодняшний день они производят только дизельного топлива. И в перспективах поставку на рынок нашей области высококтанового бензина. Достаточно на высоком уровне прошел Тюменский инвестиционный форум. Получили достаточно хороших контактов, с которыми можно будет посотрудничать в дальнейшем. Наше предприятие выпускает нефтеперерабатывающие оборудования, нефтегазовый, нефтехимия. Наша продукция, в принципе, может заинтересовать данное предприятие, антипинский нефтеперерабатывающий завод. Если говорить об инвестиционном потенциале Тюменской области, то объем вложений бизнесменов за последние годы увеличился более чем в три раза. В регионе реализуются проекты на сумму, превышающую 1 триллион 500 миллиардов рублей. Поэтому инвестфорум проходит здесь не случайно. Это хороший показатель взаимодействия власти и бизнеса. Тюменцы же, в свою очередь, надеются, что желающих локализовать свои производства в сибирской части России будет больше. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Радостным событием запомнится 19 февраля верующим петропавловцам. В этот день состоялось открытие крестильного храма в честь священномученика Мефодия. В присутствии прихожан владыка Владимир, епископ Петропавловский и Булаевский осветил самый большой колокол храма. А честь перерезать красную ленту предоставили Акиму области Ерику Султанову. Подробности далее. Новый храм видно издалека. На солнце его купол красиво играет золотом. У входа собираются верующие. 19 февраля североказахстанским православным христианам запомнится, как один из самых радостных и важных дней. Чтобы подкурку ездили, то маленькую. А сейчас мы рядом будем чаще ходить, молиться Богу. Разделил радость события с прихожанами Акиму области Ерик Султанов. Глава региона поздравил их с открытием нового крестильного храма. Православное христианство многие годы играет важную роль при умножении исторического и культурного наследия нашего государства. Уверен, открытие храма несет еще один большой вклад в будущее родного края, в его культуру, в духовную основу. И во многом послужит хорошим будущим для воспитания нашей молодежи. Возведение святыни стало возможным благодаря неравнодушным верующим, которые пожертвовали свои сбережения на строительство. Епископ Петропавловский и Булаевский Владимир награждает их церковными грамотами, медалями и орденами. А еще сегодня храм обретает свой голос. Самый большой его колокол осветил владыка. Звон разносится по всей округе. Время перерезать красную ленту. Ножницы для памятного ритуала передают Ерику Султанову. И вот двери крестильного храма открыты для прихожан. Его настоятель, отец Сергий, поведал историю возрождения святыни. Оказывается, раньше на этом месте был железнодорожный храм в честь равноапостольной Марии Магдалины. Однако с приходом советской власти его разрушили. Четыре года назад собор решили восстановить. Мы решили пойти по пути к московскому. Святейший патриарх Кирилл создал программу 200 храмов шаговой доступности. И там, когда строится большой храм, ставится рядом маленький храмик, в котором начинается богослужение. И вот мы решили построить маленький храм. Тем более, что у нас уже 15 лет, как не было еще храма в честь вновь канонизованного священномученика Петропавловского Мефодия. Это полноценный православный храм, литургия, исповедь, причастие, крещение, венчание, отпевание. Для прихожан предусмотрены все таинства богослужения. Поражает и внутреннее убранство – свечи, лики, святых на иконах цветы. Это его норма. Ума человеческого стремится к истине. К истине – значит к Богу. И поэтому сегодня большая радость такая не только для тех, кто в православии, но и для всех нас, жителей города Петропавловска и его окрестностей. А вот строительство собора Марии Магдалины пока отложили. Александра Салмина, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. А у нас реклама. Через пару минут мы продолжим выпуск. Не переключайте канал. Строительная компания «Газградстрой-НС» и жилищно-строительный кооператив «Наш город» продолжает строительство 12-этажного 176-квартирного дома в жилом комплексе «Козылжар», расположенном на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская. На данный момент ведутся работы по подготовке к заливке плиты перекрытия 8-го этажа. Также ведутся работы по облицовке фасада. Работы идут точно по графику. Внесите первый взнос и станьте обладателем новой квартиры по минимальной цене. Строительная компания «Казградстрой-Жилищно-строительный кооператив «Наш город» приглашает всех желающих вступить в кооператив и принять участие в строительстве собственной квартиры. Доступное жилье в активно развивающемся районе города в современном жилом комплексе «Козылжар». Подробности по телефону 361919 500 807 «Газградстрой-НС» воплощает мечты в реальность. Вы еще сами готовите еду? Не тратьте свое время. Доставка КЗ – первый интернет-ресурс доставки готовых блюд в городе. У нас салаты, суши, роллы, пиццы, шашлыки и напитки. Высокая скорость доставки позволяет привезти блюда еще горячими. Делайте заказ и мы доставим вам еду. Доставка КЗ – лучшее место для гурмана. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Настоятель римско-католического прихода церкви Святая Троица Дарью Шпашинский теперь будет служить в Польше. Североказахстанцы пожелали священнослужителю успехов. А заместитель Акима области Владимир Бубенко вручил благодарственное письмо от имени главы региона. Подробности в нашем материале. Впервые служить отец Дарью Шпашинский начал в 1994 году в одном из приходов российского Оренбурга. В 2013-м священнослужителя перевели в Северный Казахстан. Сегодня настоятеля римско-католического прихода церкви Святая Троица провожают на историческую родину – Варшаву. Активно участвовал в работе Совета по связям с религиозными объединениями при Акимате области. Своим искренним, чутким и позитивным отношением к людям снискал большое уважение у жителей нашего региона. А также установил дружеские отношения между представителем традиционных конфессий и сотрудниками государственных органов. От имени Акима области Эрика Султанова Владимир Бубенко вручил Дарью Шпашинский благодарственное письмо и книгу. Дальнейших успехов на службе священнослужителю пожелали коллеги и те, с кем он сотрудничал. Отец Пашинский рассказал, как воспринял новость о переводе в Польшу. Тяжело расставаться с приходом, с людьми, с Петропавловским, с Североказахстанской областью, вообще с Казахстаном. Здесь царит такая удивительная атмосфера, способствующая различным встречам и с братьями православными, и с нашими друзьями-мусульманами, и с органами государственными. Нигде такого я раньше не встречал. Отец Дарьюш пожелал северянам успехов, мира и благополучия. Сказал, что на память о Казахстане приобрел небольшой флаг страны, который будет сопровождать его повсюду. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Устранение барьеров, мешающих развитию бизнеса. В Петропавловске на заседании Совета по защите прав предпринимателей обсудили ряд проблемных вопросов, с которыми им приходится сталкиваться при оформлении необходимых документов, рассказывает Гульнара Кали. Одной из основных проблем, сдерживающих развитие предпринимательства, является бюрократизм. При процедурах предоставления прав на земельные участки. Предпринимателям региона приходится пройти не одну инстанцию, чтобы оформить необходимые документы. Временные затраты на согласование проекта постановления всеми членами Акимата считаем нецелесообразными. Члены Совета предлагают передать эти обязанности от местного исполнительного органа непосредственно Акимам. Рассмотрели здесь и проблему, с которой сталкиваются предприниматели, в ходе приобретения горюче-смазочных материалов. Наши предприниматели не имеют доступной, достоверной информации о возможности прямой работы с нефтеперерабатывающими заводами. Совет по защите прав предпринимателей полагает внести предложение о том, чтобы сделать эту работу более широко информированной. Неправомерное взимание с предпринимателей налогов за использование водных ресурсов. Еще одна проблема, озвученная на встрече. 1 января 2012 года действует закон, согласно которого физические и юридические лица, осуществляющие пользование водными ресурсами поверхных источников, для добычи рыбных ресурсов, плательщиками платы не являются. Действует Совет по защите прав предпринимателей в нашем регионе уже более года. Ни один вопрос бизнесменов не остается без внимания. По каждому направляются рекомендации в полномоченные органы. Гульнара Кали, Михаил Казначеев, Новость МТРК. И к другим темам. Второй договор вдвое дешевле. С 1 февраля участниками этой акции стали 120 вкладчиков североказахстанского филиала Жилстройсбербанка страны. С теми, кто уже приобрел жилье благодаря государственной поддержке, встретилась Ирина Панфилова. Успан Абдуалиев сегодня получает квартиру. Вкладчиком Жилстройсбербанка является уже на протяжении 7 лет. Выгодные условия кредитования, много различных акций. Работой финансового института клиент доволен. Приятно, что государство заботится о своих гражданах. Очень хороший банк, низкие процентные ставки, постоянно какие-то акции. Это уже вторая квартира, которую я получил по системе Жилстройсбережений. Кстати, с 1 по 28 февраля все вкладчики банка могут стать участниками ежегодной акции. Второй договор вдвое дешевле. Услови этой акции являются заключение договора второго со скидкой на комиссионный сбор 50%. То есть клиенты могут воспользоваться данной акцией, открыть договора на себя и на членов своей семьи со скидкой 50%. То есть это экономия их средств. Если брать договорную сумму 1 миллион тенге, стоит 5500. Если открывать на членов семьи второй договор, скидка будет 50%, 2750 будет стоить договор. На сегодняшний день такой возможностью уже воспользовались 120 человек. Эти акции очень удобны в том плане, что комиссия по открытию договора оплачивается вдвое дешевле. То есть если, допустим, при открытии договора оплачивается комиссия 0,55%, то здесь комиссия будет наполовину дешевле. Это очень удобно. И сэкономливая деньги, то есть семейный бюджет. С начала года вкладчиками Жилстройсбербанка стали свыше 600 североказахстанцев. Кстати, теперь филиал работает по принципу одного окна. А получить необходимый займ в финансовом институте можно, не накапливая 50% от стоимости квартиры. Достаточно принести или накопить 25% от общей суммы. Ирина Панфилова, Тимур Рахматуллин, Новости МТРК. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите Новости МТРК, будьте в курсе событий. До встречи. Российская обувная сеть Юничел. Теперь и в вашем городе. Натуральная кожа – выбор для всей семьи. Фабричные цены. Прогноз погоды на пятницу, 20 февраля. Пасмурно, днем снег, ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура ночью минус 14, минус 16. Днем 6-8, со знаком минус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова